Здравствуйте всем! Меня зовут Веденский Евгений, я инструктор по рукопашному бою. Сегодня я хотел затронуть такую важную тему, важную, очень многогранную тему, как уличная драка. На интернете очень много всяких вещей есть, как бы очень много всяких инструкторов есть, то есть тема раскрыта очень-очень-очень подробно. Даже, можно сказать, слишком подробно, потому что многие вещи, знаете, ради хайпа или ради чего-то еще, многие инструктора показывают такие вещи, которые потенциально смертельно опасны. И потом они как бы говорят, что да, чуть-чуть там, как бы это ознакомительные все цели и так далее, но если такие вещи делать, то, соответственно, есть вероятность очень серьезно человека травмировать или даже убить. Поэтому я буду по возможности фильтровать свой разговор, да, это будет со стороны казаться немножко неестественно, да, буду где-то немножко тупить. Но это потому, что я обдумываю, что я говорю, потому что многие, многие видео, они откровенно говоря, за некоторые видео можно, ну, если не сажать, то привлекать серьезно. Поэтому я по возможности буду, так как нас записывают, да, буду вещи корректные. Спортивные больше давать и так далее. Будем работать с средствами защиты, чтобы не травмировать. По возможности, так как вы мало, наверное, никто кого знает, да, действительно, не бейтесь сильно, да, сейчас это просто вы попробуете и не надо убивать никого, да, то есть не надо никому ничего доказывать. То есть по возможности все без травм. Это принцип тренировок. Вот минимальный количественный травм. Значит, сейчас такое упражнение, разогрев, а то вы заснули в растяжке. Значит, мы сейчас что будем делать? Мы сейчас будем сделать оказаться салочки, да. Новая задача коснуться одного или второго колена, да, оппонента руками, да, можно блокировать, да, не столкнулись с лбами. Соответственно, ваша возможность как можно чаще обманывать оппонента, да, и не давать коснуться его своих колен, да, то есть вы постоянно двигаетесь, да, и касаетесь чужих колен, не давая коснуться своих колен. Это будет одна минута хорошей работы. Пожалуйста, приготовились. Хорошо. Выжимаем руки оппоненту, чтобы это было не забито. Значит, я сторонник спортивной базы. Спортивная база – это то, чем она плюс, как у нее плюсы. Ее что можно? Тренировать. Говорите? Тренировать. Проверить. Правильно. Все замечательные прикладные системы, которые я тоже изучаю, некоторые знаю, некоторые узнаю, я тоже совершенствуюсь, они есть огромный, у них недостаток. Какой? Травмированный соперник. Да. То есть, если вы маргинал или, не знаю, не в водах с законом, вы как-то это можете проверить, да. С точки зрения обычного обывателя прикладные системы, они хороши в теории. На практике их очень трудно проверить. Вот я не знаю, почему, но вот инструктор, я много смотрю всяких и на ютубе тоже, и на других ресурсах на иностранных. Очень много бывает, иностранцы в этом плане, как-то они больше, более деликатные, да. Наши обычно говорят, ну, вы дозируете, да, показывают смертельный прием какой-нибудь, да, ну, реально смертельный прием, и говорят, ну, вы дозируете, да. Вы знаете, я хочу вам сказать, что даже опытный профессионал, боец и так далее, часто не может дозировать удар. Вот кто с вами не согласится? Есть такие люди? То есть дозировать можно, когда человек, вот он стоит, да, вы на нем что-то показываете, да, или внезапно его бьете. Можно дозировать, да, еще нельзя с какими последствиями. Но когда оппонент двигается в спарринге, в бою, дозировать удары, это такая вещь очень спорная. Поэтому не все, конечно, можно показывать, сейчас все очень много показывают людям, и многие посмотрели видео, ударили, сел в тюрьму, да. Да, выжил, как говорят, лучше там, что там, сколько там, трое-четверо судят, да, там, чем кто-то несет, да, чем шестер. Ой, замечательная поговорка, но в тюрьму не все ходят, да, правильно, понимаете, да. То есть получается, поэтому спортивные техники, они проверены многими десятилетиями, да, и, конечно, у них тоже бывают эксцессы, да, и смерть, и покалеченные люди, но это гораздо меньше. Поэтому, в первую очередь, я противник, противник, я сторонник спортивной базы, ну и, конечно, первый удар. Первый удар, он может быть какой угодно, да, то есть это вот можно там и по шее, и в пах, и вырвать кадык, и все такое, все замечательно, если отработано. Все, что не отработано, скорее всего, не сработает. Почему? Потому что у вас экстремальная ситуация. В экстремальной ситуации работают простые и отработанные вещи. Все, что вы видели в фильмах, да, там, так далее, соответственно, может не сработать, если вы это не отрабатывали, выявили годами. Хорошо, значит, все такое упражнение, пока без рук, да, только ноги. Помните, в детстве играли? Вам надо коснуться ноги оппонента, да, и не дать коснуться своей. Попробуйте немножко размяться. Так, я вот буду посматривать, потому что немножко у меня образование есть, и я, как бы, мне удобнее подсматривать, чтобы что-то не упустить. Сам я, конечно, не буду в экстремальной ситуации смотреть никуда, да, но я действую уже на автомате. Соответственно, если какие-то вещи интересные, да, то можете переспрашивать, что-то непонятно. Значит, смотрите, есть такая вещь, как первая, да, то есть до конфликта, до конфликта ситуации. В идеале для большинства обычных людей, да, вы поднимите руки, кто, у кого есть разряд какой-нибудь, да, или черный пояс, у кого есть разряды по воксу, по кикбоксингу, по каратэ, поднимите руки повыше. Четыре, пять, шесть, семь. Семь человек, да, то есть это очень-очень мало людей, да, кто умеет реально спортивную базу хорошую, да, то есть кто может реально, кто это проверял, кто это может применить, да. Часть, конечно, людей руки не подняли, да, я как я вижу. Но все равно, вы понимаете, да, то есть это надо реально отрабатывать. Все, что я вам покажу, это ознакомительная вещь, да, и она сработает только при серьезной отработке. Если этого нету, чудес не бывает, да. Бывает, но редко. Ладно, значит, смотрите, в идеале, в идеале нужно не доводить до конфликтной ситуации. Даже если это вас очень сильно потом будет мучить и так далее, но если, конечно, не очень серьезный случай, когда там, не знаю, там, речь касается ваших близких, или если вас задевает, что вам говорят, да, вот я некоторое время работал в разных местах, в веселительных заведениях, да, в качестве, ну, вышибалку, пускай будет. Хорошо. Сотрудник, сотрудник охраны, да, служба без запаса. Ну, у нас это универсально, вышибал, у нас, да, называется, баунсер, вышибала. Значит, что это такое? То есть ситуации мне вот таки хватало, и в идеале, если человек вам говорит какие-то вещи матерные, это, по идее, и обыватель, обывать очень сложно. Говорят человеку, например, матерные лица, он обязательно хочет ответить, да. Он отвечает, человек упал, ударился головой, не смог откупиться, не смог от этого защитить, отправился в тюрьму, да. Получается, что из-за какого-то нехорошего слова, вот, вышибал, учат просто не обращать на эти слова. То есть это твоя работа. Ты работаешь, тебе матерят, чего угодно говорят, если тебя не бьют, да, то, соответственно, ты как бы игнорируешь. Улыбайся в ответ, говорите другие вещи, не реагируйте. То есть это нужно уметь реагировать. Вы должны понимать, когда у вас серьезные опасности, когда просто задето ваше самолюбие. Разбейтесь на пары, и следующее упражнение. То же самое, в стойке работаем. Задача коснуться, осалить, осалить плечо. Одно плечо, второе плечо, да. Не попадите в глаза, ладно, пальцем в глаз, так что вот так, осторожненько. Подбородочек прижали, осалим, взбиваем, осалим и взбиваем, да. То есть задача, одна минута работы, касаться по плечу. Начали! Блок удар, блок удар. Показали, вывернулись, обманули. Так можно больше обманки. Стоп, хорошо. Дышим, дышим, ходим, дышим. Кажали руки, ты правильно. Но многие нападения, они начинаются неожиданно. Каким образом неожиданно? Почему неожиданно? Как вы думаете? Ну, чтобы не было возможности предотвратить нападение. Так. Подготовить своего клиента к нападению. Правильно. Для преступника? Для преступника, да, мы говорим. Мы не говорим про серьезных таких подготовленных преступников, да, таких матерых рецидивистов, которые очень хорошо подбегут, да, к вам сзади, по голове отвлекут вас, по голове дадут вам чем-то тяжелым и все. То есть те, которые готовы идти до конца, да, выпил в тюрьму. Нет, мы говорим, в первую очередь, о хулиганах, да. Одном, нескольких хулиганах, да. Подойти незаметно к человеку, это надо очень постараться, да. Поэтому, как бы, если человек напал у вас внезапно, да, агрессор напал внезапно, значит, вы что-то проморгали. А проморгали вы почему? Потому что вы не делаете контроль окружения. Контроль окружения. То есть первая вещь, это вы должны контролировать все вокруг. Это не означает, что вы ходите вот так, да, и смотрите, блин, кто мне ударит. Если такой человек будет видно, да, что вы ждете, то, соответственно, кто-то обязательно, ну, он прям просит, да. Да, то есть вот так. Нет, вы просто, особенно это касается мужчин, да, женщинам позволительно, и то женщинам тоже, как бы, нехорошо. То есть, как бы, такие вещи игнорируют, потому что женщина обычно слабее физически мужчин, да, поэтому, как бы, им еще. Но бывает так, что вот если мужчина идет, и женщина рядом с ним, да, то мужчина как раз отвечает за безопасность, да. Какое бы это незамечательное время не было, какое-то замечательное место не было, все равно, как безопасность, это его прерогатива. Если он даже о себе не может позаботиться, представьте себе, что, получается, если он кто-то рядом, близкий человек, девушка или друг, который драться не умеет, там, может, что-то еще, да, там, или травма какая-то у человека, соответственно, вы должны его охранять дополнительно себя. Если вы это не можете себя охранить, то как вы можете кого-то еще охранять? Поэтому безопасность, это ваша главная цель. Вы смотрите по кругу, да, и подмечаете контроль окружения и бдительность, подмечаете подозрительных людей. Адекватный человек, неадекватный, да, в первую очередь, потому что если человек ведет себя неадекватно, вот вы смотрите на человека, зашли в метро, по меру, посмотрели на человека, человек ведет себя неадекватно. Если есть возможность, надо что сделать? Уйти в другой вагон В идеале, да, не подойти его ударить А то может ему плохо просто А соответственно, по возможности Разорвать с ним дистанцию Потому что человек может быть разным Человек может быть Под алкогольным опьянением Может быть под наркотическим Он может иметь проблемы с головой У него какие-то Нехорошие вещи в голове творятся Голосами ему говорят разные Веселые, интересные вещи И вот видите, он увидел вас И тут опа, понимаете, да В идеале вы должны даже не вступать разговор Если человек неадекватный В одном из настояния Возможно он на адреналине Возможно что-то у него случилось И он хочет кому-то что-то сделать Может кто-то его обидел Если вы видите, что человек неадекватный себя ведет В идеале нужно с ним подальше Близких под руку и подальше Что-то говорят, потом объясните, увести То есть контроль окружения Это очень важно И в этом случае вам очень трудно Будет подойти незаметно И сзади подойти и так далее Не ленитесь Бывают случаи, когда человек идет, идет, идет Сзади подбегает Да пофигу кто там бежит Что там хтопает какой-то сзади Да ладно, какая разница Бум, удар по затылку У меня так вот Моего знакомого вырубили Он очень сильно выпил Когда вы сильно выпили И когда вообще выпили В идеале нужно находиться В самом безопасном месте Или где-нибудь дома Да Или под защиту Если вы где-то в клубе Примеру Это очень важно Многие не знают об этом Странные вещи Если вы где-то в клубе То обязательно Нужно хорошо обращаться Общаться с охраной То есть в идеале Вас должны охранять Да Отдельный Отдельный стол Под охраной Да Что-то еще Не жалейте денег Потому что Не понравится кто-то вам лицо Вспомнят кто-то вас нехорошо Там Ах, детство у меня бежало Да Вот бежит сзади Ударит И пока охрана что-то сделает Вы уже будете С переломной челюстью валяться Да Поэтому Не зря Довольно богаты Влиятельные люди Да Друзья Владельцы заведения Они как обычно Если отдыхают Они отдыхают День в шатре Да Где-нибудь на отдельном Этаже Где-то еще Да Под охраной Отдельное Потому что Кто его знает Да Если какие-нибудь Если какие-нибудь Приходят концерты Люди Да Уступают Известные люди Что Кто их обычно Охраняет Обычно Обязательно их охраняют Они просто так не остали Потому что выскочил Какой-то неадекват Возьмет Ударит Каким-то образом Пронес оружие Возьмет Ударит Возьмет На нож посадит Да Что-то еще Какой-нибудь возьмет Бутылку И в лицо ударит Солиста То есть Нужно всегда охрана Но это когда у вас есть деньги Когда у вас нет денег Вы должны сами себя охранять Сами себя и своих близких Все Значит Минута последняя работа Разогрев Коснуться плеча Колено И соответственно Как бы Корпус влажный? Ну корпус нет Тут задача именно точнее работы Плечо Колено То есть что-то одно Разбиваемся на пары Давайте новое менять Чтобы не с одним удержим Хорошо Пожали руки Поблагодарили оппонента Ходим Дышим Хорошо Есть тренировки разные Да Бывают люди Тренируются там Пять лет Ну например Раз там Две недели Да Есть человек Который за полгода Ту же самую программу проходит Да Если он тренируется Три, пять, шесть раз В неделю Да Это у меня был случай То есть Тренировался человек И соответственно Очень быстро нагнал И перегнал Тех кто Где вы видите Тренируются На уровне так это Ну весело Весело Нормально Поэтому к тренировке Надо относиться Очень серьезно Хорошо Давайте дальше пойдем Теория Да Теория Основана на практике Значит следующее Очень важное Условие Это контроль дистанции Если человек Неадекватный Да Вы сразу определяете Человек неадекватный Да Ну он вам не нравится Бывает что чувству Подсказывают вам Ну человеку не нравится Да Лучше Не удалиться Не получается удалиться Держать его на дистанции Есть такая вещь Называется Ну например Маркер внимания И так далее То есть вы можете Не смотреть на него Да Но вы можете Видеть его В боковом зрении Вы знаете У нас есть Периферийное зрение Да То есть То что у нас По краям Наше есть Так называемое Туннельное зрение Это которое происходит Во время выброса адреналина Да То есть когда человек Начинает В состоянии стресса Находится У него По челюсть Или по затылку Да То есть Самые странные Такие приемы Поэтому Часто вам нужно Просто не обращать внимание Кто что-то говорит Если он говорит Агрессивно И так далее Просто не вникайте Суд разговора Выбирайте момент Чтобы уйти Да И соответственно Как бы Да Держите всяких Неадекватов На контроле Да Дистанции То есть Что такое Контроль дистанции Да Для меня Нормальная дистанция Это когда Вы не дотягивайтесь Даже носком Вашей ноги Да Конечно Есть цепи Да Есть шесты Так я случайно Вытащил Да Шест Но Обычно Как бы И пистолет есть Да Но вот так Средний Как говорится Средний Гопник Если вас не заказали То Самая идеальная дистанция С агрессивно настроенным человеком Это как раз Вот такая дистанция То есть Вас не достают До вашего паха В первую очередь Ногой Да Вот Если чуть ближе Да То быстрый боец Если опытный боец Он может подскочить Даже с такой дистанции Человек может быстро подскочить Мгновенно На подскоке Ударном подскоке Да Но это нужно отрабатывать годами Хорошего бойца Против себя встретить Редко Но бывает Да То есть Как бы Лучше не выяснять Лучше уйти Даже извиниться лучше Если есть возможность Увидели что-то подозрительное Почувствовали что-то подозрительное Лучше обойти Да Взяли Не надо убегать там Ни в коем случае Не спеша развернулись В другую сторону Обошли Да Или хотя бы положили На следующий пункт Да Или хотя бы положили руку На свое оружие Если оно с вами В идеале Какое-то оружие Должно быть с вами В идеале Это должно быть Законное оружие Да Например Газовый баллончик Да Нож конечно Такая штука спорная Да Пока его не применил Да Если он считается Холодным оружием То Если не холодное оружие То можно по идее Но как бы тоже Спросят А почему Зачем Там Колбаску порезать Это не всегда проходит Такое Там по базе Пробивает А вдруг у останки Что-то есть Поэтому как бы лучше Газовый баллончик Оптимальный вариант Да Чем лучше на драке Отличается поединка Да Нет правил Вот реально нет правил Если оппоненты Немножко думают о законе Вам серьезно повезло Если у него какие-то есть Кодекс чести Там Он упал И вы упали Да Пример Не дай бог И он вас не будет добивать Но это как-то не по-рыцарски Да Вам повезло Обычно Если человек как бы Чувствует себя Не очень хорошо С головой Да Если он пьян Если вы его не дай бог Еще ударили Да Или сопротивлялись Ну забьет с легкостью Да А потом скажешь Ну что делать Ну я был пьян Да Или я не понимал Что делать То есть разная ситуация То есть любая ульчая драка Она может закончиться смертью Любой удар может закончиться смертью Может не закончиться Это такая же тело на спорное Да Значит сейчас такое упражнение То есть мы у Улучшаем ее Да Хватаем за плечи Да То же самое И то же самое Пытаем наступать То есть не даем оппоненту Уйти далеко Да И пытаемся наступить на ноги И не даем наступать на свои То есть то же самое Только оппонент держит Меня за плечи Я за него Хорошо Одну минуту Пожали руки Никаких претензий Никаких претензий После тренировки Тренировки Да Вы не должны Никаких претензий Никаких обид Испытывать Человеку Да Вот Хорошо Значит Попав в опасную ситуацию Старайтесь выйти С минимальными потерями Да Из нее Договаривайтесь Да В том числе Это может быть Первый удар Да То есть Если вы ударили С человека Ушли Все исчезли Да То есть как бы Ну не стоит Как бы Провоцировать Ожидать Друг что там Случится Друг мы с друзьями Ставим И так далее Ну блин Это не стоит Такого делать Просто как бы Ваша безопасность Кто он такой вообще Вы не знаете Человека Я так сейчас расшивал Люди кто просто Может сидели Они знают такие вещи Да То что когда человек Просто говоришь Да Просто Я тебе не знаю Кто такой Да Что вообще Ну блин Не надо там Идите дальше Продолжение Но вы понимаете Да Кто ты такой Мне не интересно С тобой сейчас Все До свидания Все У человек понимает Если он не понимает Продолжает сближаться Агрессивно угрожает вам Нужно защищаться Правильно А последствия Это уже замечательно Потом уже будет Последствия потом Можно просто Последствия Не дожить Последствия Оценивать риски Есть такая штука Замечательная Ее называют по разному Есть 5 цветов Есть 30 цветов Мне нравится 30 цветов Светофор называется Это Когда вы смотрите Оценивать уровни угрозы Угрозы мест Угрозы событий Угрозы людей Да То есть Кто такие потенциально То есть Вы просто уйдете И смотрите по сторонам Да И вот смотрите К примеру Не знаю Маленький ребенок Детка был Маленький ребенок Вот смотрите Маленький ребенок И понимаете Что это зеленый цвет Да Не опасен Идете дальше Видите уже Ну подросток К примеру Да Хорошо Подросток Мне может не опасен быть Но в группе Когда много подростков Да И когда они там Не знаю Пьяные Там немножко Опа А ты один идешь Да Или с девушкой идешь А их там много Да А они А уе Да Типа примеру Соответственно Опа У вас шара Да Так ясно Что делать Вы как бы понимаете Что это лишь желтая угроза По-любому Это уже как бы Подростки не разные бывают Есть такой подросток Есть и таких подростков Да Который смотришь И думаешь Подросток Да Ребенок Нет Это уже не ребенок Их Компания Да Желтый Минимум желтый Если видишь Что они уже Как-то тебе уже Твоим близким Да Внимательно Относится Да Что-то Какие-то замечания делают Между собой говорят Взгляды кидают Да В зрительный контакт Знаешь Это уже может быть Красный уровень угрозы То есть Вы сразу должны оценивать Зеленый Желтый Красный Да Так же с местами Да К примеру Если вы пришли В клуб Ночной Но сидите под охраной Где-то в отдельном Зайдении ВИП Да То Можно сказать Что с зеленой Да К примеру Если хорошо Где-то в отдельном этаже Отдельный кабинетик Да Охрана остается Все Если вы пришли Один Без друзей Да И вы очень пьяный Еще кто-то Да И при этом Не знаю Там Кому-то показалось Что вы не так посмотрели На него Или вы посмотрите Очень внимательно На его девушку Что-то еще Да Это минимум Желтые уровни угрозы А если это Конкретный взгляд И зрительный контакт Вы видите Что это на вас уже смотрят Да Там шушукаются Там и так далее Лучше что сделать Красный уровень угрозы И пошел домой Да Зачем мне провоцировать Да Это вещи То есть Как бы вы сами должны Вот Зеленый Красный Зеленый Желтый Красный Так Это называется Светофор И конечно Нужно оценить Риски возможных Последствий Чем это все Может закончиться Да То есть Вас оскорбили Очень серьезно Вы посмотрели Свидетелей нет И вы думаете Сейчас я его ударю Да И что будет дальше Мы ударили человека Да У него оказалось Не воды со здоровьем Например У него и так Били в голову Много Зеленый хороший характер А тут еще ударили И последний удар Оказался Здесь человек упал И не встает Если вы Это уже Конечно фаза Если вы как бы Удачно сошли Замечательно Но если вас как-то Поймали Там Камера Свидетель А я тебя видел Да То есть как бы Вы понимаете Да То есть это Он выполнил свой долг Он сказал Вас нашли То есть такая вещь Я считаю Что драться нужно В крайнем случае Если вас на раз Реально напали Бывает ситуация Это я в теории говорю Потому что бывают ситуации Когда я тоже как бы Не выдерживаю Но это очень редко Бывает По возможности Надо себя контролировать А давайте одно упражнение Отработаем Чтобы весело было Это из практики Вышибало Это чтобы Человека не бить Да Как бы По возможности Человека нельзя бить Вообще Как бы Открою небольшой секрет Это все меняется Да В разных клубах По разному Но по возможности Как бы стараются Не бить В нынешнее время Людей И Стараются работать В опрах Одного То есть как бы Чтобы человека не бить Надо работать Несколько человек Одного Это полиция работает Так это работает Группа захвата Эта работа так же И вышибала То есть Ну мы не будем сейчас Мы будем сделать тему Когда один на один Да Вот такая легкая Легкая ситуация Я ищу кого-нибудь такого Похудее Потому что чем тяжелее Его Тяжелее крутить Сочу Опять секрет открыл Значит вот есть Человек Неадекватный человек Соответственно Как бы Вы должны его не бить Да Ну может быть Я не знаю Там ваш Друг который выпил Да Или какой-то человек Ну не знакомый Который реально агрессивный Это лучше они стоят Да Делать Соответственно Технику применяют Такую Да Если человек Не получилось Например Как в пубе То идти сзади Да Оппоненту И пример У охраны Там близко никого нет Один охранник Да Пример Или кто-то еще Или полицейский Да То есть вариант Это сделать Такую простую вещь Да То есть Одна рука бьет В одно плечо Другая бьет В другое плечо В разные стороны Мы закручиваем Оппонента Да Закручиваем оппонента И переходим На удушающий захват Причем Я вам показываю Тот спортивный вариант Чтобы Чтобы не повредить Случайно шею Потому что показывают Реально Ну Хорошо Слишком откровенные Инструктора Показывают вещи Когда можно реально Повредить шею Ну они как бы Ну не знаю Не знают об этом То есть это реальная штука Очень опасная Поэтому мы делаем С вами спортивный захват То что используют Кстати говоря Ушибалы То есть мы бьем Человека И переходим На удушение После этого Уже как бы Есть разные варианты То есть получается Мы Это все рассчитано На внезапность Если человек напряжен Он уже готов к драке То он может не сработать То есть вы отвлекаете Человека разговором И бьет Делаете такую вещь Соответственно Человек Человек во время Как бы уже Очень нехорошо Счувствует Лишаем его опоры Если это клуб То мы выводим Его из клуба Да Осторожненько Да Вот тут очень шея Осторожная Поэтому мы делаем На сгиб Локтевой сгиб Делаем Если это Какая-то ситуация Например Ограниченное пространство То есть можно Человека Захватить И Опрокинуть На землю И срезом добить То есть вот такой вариант Чтобы не бить в лицо Не всегда Можно бить в лицо Очень классно Когда вы тяжелеете Умопонят Давайте Разбейтесь на пары Просто попробуйте Еще раз Резкий Вам нужно повернуть Человека Вокруг его оси Да Резкий удар Основанием ладони В плечо Второй на себя Оп И осторожненько Здесь мы делаем На сюда На локтевой сгиб Локтевой сгиб Мягенько И на себя Вы наклонили Чтобы вы стояли нормально А человек Будет лишен опоры Серьезно Чтобы он не мог вырваться Попробуйте Просто Такую вещь Стоп Давайте Чтобы интереснее было Еще раз Остановитесь Вот если он продолжает Вот вы смотрите Давайте попробуем Сделать так Чтобы не было так Такого не было Приготовление Вы даже максимально Незаметно стоять Вы стоите Вообще фронтально Не самая хорошая позиция Вообще отвратительная Позиция Но вот так получилось Вы подпустили оппонента Пытаетесь успокоить его Он расслаблен Скорее всего Он тоже Бычит Бычит Не бычит Соответственно Вы даже максимально Незаметно То есть Вы говорите И одновременно Атакуете То есть Как-то отвлечете Что-то говорите То есть не делай так И вот так делай То есть постарайтесь Чтобы это было Максимально незаметно Иначе Человек напряжется И не получится Пожалуйста Стои ее очень осторожно Надвигай Осторожно Зачем Давайте попробуем Просто Вариант Отработки Отработки Ударов их куча есть Если хотите На ютубе Посмотрите Если будет желание Потом Кто будет тренироваться Меня там Где-то еще Просто отрабатывайте Это не так сложно Их очень кучу Вариант Самый простой вариант Который я доверяю Потому что я его проверял Вот Соответственно Это удар Кулаком в челюсть Самый простой вариант По-моему Очень оригинально Да Боковой удар Боковой удар Прямой удар Мало кто умеет бить хорошо И к тому же Когда человек У него адреналин Да Там Другие всякие Интересные вещи У него входит Да Кто-то на полминуты Кто-то на минуту Так он на две минуты Становится почти как супермен Да Если он в ярость впадает Это тоже такая тонкость Куча всего интересного Значит Если вы впали в ярость Да Если вы готовы У вас боевой дух уже идет Ответственно Как бы это продлится Очень недолго Адреналин Волна сошла И все И у вас силы покинули Если вас после этого Будут бить Вы скорее всего Будут пытаться убежать Уже все Уже нету драки Поэтому надо Как можно быстрее Драку заканчивать В идеале Драка заканчивается Там 10-30 секунд Если дольше То есть вероятность Что просто Подоспеет помощь Вы случайно Запнетесь Что-то еще случится На вас камень Сверху упадет Что-то еще Короче говоря Есть ошибиться Чем быстрее Закончите драку Тем лучше Первый удар Вы просто Говорите с человеком Понимаете Что сейчас Начинает подходить На дистанцию До удара Вы понимаете Что все В любой момент Будет его атака Лицо у него Какие у него Есть разные признаки Вы почувствуете Но в основном Признаки Человек начинает Если не опытный Боец Опять же Опыт не опытный Начинает плечами Поводить И уже готовится То есть он уже Принимает стойку Как-то уже заранее Посмотрите драки Просто любую драку Человек заранее Принимает положение Удобное для атаки В идеале Вы должны стоять Не фронтально Вот так А хоть немножко На человек вот так То есть если правша Левая нога Если левша Справа ноги То есть вы стоите И руки здесь Для чего То что если атака начнется Хоть как-то прикрыть То есть рука идет Хоть как-то прикрыли Хоть как-то прикрыли В идеале Сами должны опередить И вы должны Максимально Максимально Незаметно Человек атаковать То есть вы что-то Говорите Говорите Удар Да Это медленно сейчас был Вот Ответство Человек ударяет Даже медленно удар Они могут как бы Пройти очень Незаметно Большинство ударов Человек даже вот так Делал Если он пьяный То есть он просто Не заметит удара Получается Ваша задача Если допустили оппонента Вы уже приняли решение Я буду убить С опущенных рук С опущенных рук Вы бьете Без всякого замаха Без всякого замаха Опять же требует практики Я вам все говорил Что без практики К сожалению Все теория Это замечательно Можно фильмы насмотреться Можно ютуб Всяких насмотреться Всяких роликов Ничего не получится Просто не получится У вас руки упадут Ноги задрожат И вы стоите И ждете Вы видите что он бьет Но вы делать ничего не можете Вы все уже в страхе А это надо тренировать Разные способы Во-первых Конечно спарринги Без спарринга никуда То есть вы соответственно Стоите Подходит он на дистанцию На дистанцию удара Только он пошел На дистанцию удара Все Доли секунды Кто кого Соответственно Ваша задача Это еще довольно таки Большая дистанция Тут уже сколько близко Соответственно Ваша задача Ударить без замаха Никакого замаха Ничего нет Должен добыть То есть это человек Сразу упасть Должен мгновенно Просудать Для этого нужно конечно Рывок сделать Мгновенно взорваться Это требует практики По-любому Если получится Да Если получится Как вот бывает Гопники Примериваться Ну замечаешь Что он примеряется То есть просто Все он что-то говорит 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 Там что-то суетится Смотрит по сторонам Боится Блин Нет никого Там может полиция Где там люди Что бы не видели Боится Боится Вот уже все Примеряется Все Это заметно Очень заметно То есть вы смотрите Говорит Почувствуйте Вы сбите Ну нахер Или убегаете И побежал Или самому атаковать Ну что делать Закон это уже потом Вы думаете Блин Стоит ли там Это Стоит ли там Не знаю Заплатить Определенный денег Или челюсть сломанная Думаешь Ёлки-палки Не Лучше не надо И соответственно Вашему нужно атаковать С опущенных рук По кратчайшей траектории Сбоку То есть удар Приходится Челюсть Сбоку от челюсти Не спереди Можно выше Можно пониже Честно говоря Особой разницы нет То есть Ломается Выносится Все Выносится Все выносится Происходит Сотрясение мозга Бум Об стеночке И все И человек Вырубается Если даже не вырубается Помогаем С нежностью Понимаете Как нам говорят Да-да-да Главное Бейте его С любовью И тогда Не с ненавистью И тогда будет Это задело Вы его учите Понимаете Но если вы стоите Еще раз Максимально старайтесь Оппонент Он скажет Заметно Это незаметно Со стороны То есть Вы стоите Все Человек Стоит Говорит Говорит Все Вошел Дистанция Почувствовали Дистанция Пауза Дистанция Почувствовали Удар Не получилось Одного удара Второй Третий Добили Это один на один Мы не говорим Сейчас про массовую Драку Попробуйте Попробуйте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА